Документы для получения гражданства 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 На снижение нагрузки по потребительским кредитам населения Будет направлено порядка 89,2 миллиардов тенге Однако непонятно, к каким категориям относятся данные критерии В последнее время определены 6 категорий Это многодетные дети, потерявшие кормильца, дети-сироты Получающие адресную социальную помощь В списке всех их все данные есть у нас в министерстве Депутаты должны снизить предельную ставку с 56% За год процент онлайн кредитования доходит до 500% Этот вопрос должен быть решен Необходим строгий контроль Для того, чтобы не допустить необоснованного поступления И повторного обращения граждан к погашению Из фонда проблемных кредитов, а также банков Финансовых организаций, государственным органам Необходимо представить им уведомление Об аннулировании задолженности по долгам Депутаты Мажелиса намерены тщательно рассмотреть Вопрос эффективности использования выделенных средств И проанализировать достигнутые результаты Подводя же итоги работы палаты в четвертой сессии Нурлан Нигматуллин подчеркнул Что депутаты в своей деятельности Ориентировались прежде всего На стратегические ориентиры, сформулированные первым президентом страны Ельбасе Нурсултаном Назарбаевым На открытии сессии в сентябре прошлого года А также в послании народу Казахстана В законодательной работе нашли отражение Инициативы первого президента Касамжу Мартукаева По поддержке малообеспеченных семей Эта сессия стала одним из важных этапов В истории заседания Было принято множество законов, необходимых нашей стране Казахстанскому народу Прошло множество парламентских мероприятий В работе конференции приняли участие Депутатский корпус Нурсултана, правительство, государственные органы Кроме того, проведено 13 правительственных часов Два парламентских слушания 14 круглых столов 14 выездных заседаний Профильных комитетов Можилиса И 4 международные конференции 50 детей из города Арыс проведут бесплатно летние каникулы В санатории семья Об этом стало известно во время посещения детских лагерей Заместителем Акима города Айдаром Садарбаевым И руководителем отдела образования Натальей Ефисенко Они побывали в местах отдыха детей С целью ознакомления с качеством оказываемых услуг Для оздоровления и обеспечения летним отдыхом школьников Надо сказать, всего в этом году Бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря Получили около 6 тысяч ребят Организация летнего отдыха для детей Из многодетных и малообеспеченных семей В этом году значительно отличается Так как в этот раз на эти цели Из бюджета выделено больше средств Всего в семье в списке вышеуказанной категории Есть 7 тысяч 26 детей Из них около 6 тысяч получили путевки На бесплатный отдых Чтобы ознакомиться с качеством оказываемых услуг Для оздоровления детей И обеспечения их отдыхом в летний период Заместитель Акимогорода Айдар Садрыбаев И руководитель отдела образования Наталья Ефисенко Посетили загородные лагеря В целом можно отметить, что Работа поставлена на нужный лад Имеются все необходимые условия Для того, чтобы наши ребятишки Особенно дети из многодетных семей Которым в текущем году уделяется большое внимание Получили соответствующие физические навыки Для того, чтобы с новыми силами пойти в новый учебный город Особое внимание уделяется и к пришкольным лагерям Помимо охвата детей культурно-образовательной программы Организованы экскурсии за город Ребята съездили в столицу нашей страны Город Нур-Султан, в Жидибай Это на деревню, расположенную в Усть-Каменогорске Здесь дети также обеспечены бесплатным питанием Кроме того, как стало известно Благодаря спонсорской поддержке 50 детей из города Арысь Смогут отдохнуть в одном из санаториев нашего города Для них уже также разработана программа Мы планируем им еще организовать выезд в Жидибай Экскурсию по городу В биологический центр, в наши уникальные музеи Поэтому я думаю, что дети получат удовольствие от пребывания в нашем городе К слову, в этом году помимо трех загородных лагерей Радуга, Жасханат и Турксип Отдел образования сотрудничает и с санаторием Карагайлы Туда за один сезон в путевке получили около 400 детей Из многодетных и малообеспеченных семей Я считаю, что для детей, которые нет такой возможности В таких условиях, а санаторных условиях отдохнуть Это прекрасно Во-первых, это воспитание хорошее Где они находятся, как здесь себя вести Что делать И здесь одновременно же представляется Все возможности укрепить свое здоровье детям Я считаю, что эта акция нужна Ее надо продолжать И надо, конечно, здоровье наших детей поддерживать Это наше будущее, наше государство Как и во всех лагерях, дети охвачены пятиразовым питанием Для отдыхающих создаются комфортабельные условия Так как это в первую очередь санаторий Ведется работа по оздоровлению и профилактике На каждый день запланированы культурно-развлекательные программы В санатории я нахожусь уже три дня Мне здесь очень понравилось Здесь я нашел новых друзей Созданы все необходимые условия Вкусное питание Проводятся различные мероприятия Мы поем, танцуем Вчера, к примеру, состоялись игры «Жайдарман» В этом году также введен новый вид отдыха Созданы летние лагеря на базе колледжей города Большинство посещающих данные лагеря Школьники седьмых-восьмых классов Они не только с пользой и интересно проводят время Но и ознакомливаются со студенческой жизнью Всего в этом году за летний период отдыхом будут охвачены 32 тысячи детей Среди них как дети из семей, так и из всех сельских округов Согласно распоряжению главы государства КСМЖ Мартукаева 16 марта этого года проводится разовая кампания для уралманов Которые намерены переехать на постоянное место жительства в Казахстан То есть до 31 декабря они имеют возможность продлить статус уралмана И получить казахстанское гражданство в упрощенном порядке В связи с этим в семье проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Уралман» Оперативно-профилактическое мероприятие «Уралман» проходит в семье со 2 по 4 июля Цель – выявить этнических казахов со статусом уралман, имеющих вид на жительство в Казахстане Для этого в рамках мероприятия были созданы мобильные группы В которые вошли сотрудники миграционной и местной полицейской службы Представители городского акимата и общественных организаций Они проводят встречи и разъяснительную работу с каждым репатриантом, проживающим в семье Кроме того, помогают оформить документы, необходимые для получения гражданства Казахстана Уралманы, которые отказываются получать гражданство, обязаны дать письменное объяснение С указанием причины, а также то, что ознакомились о проводимой разовой акции На сегодняшний день на учете отделе миграционной службы управления полиции города-семей Состоит 84 иностранных граждан со статусом уралман Это у нас большинство из граждан Китайской народной республики, Монгольской народной республики А также России, Узбекистан, Кыргызстан Также в ходе акции проводилась и работа по установлению родственных связей на лиц, выехавших за пределы республики Казахстан А также владельцев жилья, где зарегистрированы этнические казахи Они уведомляются о проведении разовой акции по продлению статуса уралмана Семья Иман Коловых приехала в Казахстан из России в 2011 году И проживали с видом на жительство здесь до 2014 года Сейчас они сдали документы, чтобы получить гражданство Казахстана Вернулись они на историческую родину, оформили себе вид на жительство И после этого уже начали проживать постоянно, имея также все привилегии, которые имеют граждане республики Казахстан Кроме за тем, что не имеют права голосования и участия на выборах Зарифа Иман Колова – мать пятерых детей Этническая казашка намерена остаться здесь на постоянное место жительства Услышав об акции, она передала в миграционную службу все необходимые документы для приобретения гражданства Республики Казахстан Идет акция, хотела под эту акцию получить гражданство Казахстана Мне здесь очень нравится, мне очень приятно здесь жить Сама открыла малый бизнес и никто ничему не препятствует Все очень люди добрые, добродушные, так что я у себя как дома нахожусь С сыном вдвоем, сейчас сдали сегодня и будем ждать статус гражданина Казахстана По словам сотрудников отдела миграционной службы, принятые документы направляются в департамент Восточно-Казахстанской области Решение о предоставлении гражданства Казахстана принимается через три месяца Стоит отметить, что те, кто просрочил статус уралмана, может обратиться в отдел миграционной службы, расположенный по адресу Козбагарова, 22 Вахатгуль Казель, Серик Нуртаза, телеканал Семей Теперь абитуриенты, поступающие на медицинские специальности, обязаны сдавать психометрические экзамены Также в новом учебном году в медицинских вузах страны внедряются новые модели образовательных программ Одна из них по специальности «Общая медицина» разработана Медицинским университетом и совместно с учеными из Турецкого университета Башкент Подробности у нашей съемочной группы В рамках реализации стратегии развития Казахстана 2050 и пяти институциональных реформ, а также государственной программы Дин Саулах Медицинским университетом Семей совместно с Турецким медицинским университетом Башкент города Анкара Разработана новая модель образовательной программы для медицинских вузов нашей страны Согласно которой будущие врачи должны будут обладать 600 видами компетенций Отметим, что эти компетенции входят в систему обучения европейских вузов и отвечают действующим международным стандартам Внедрение которых, по мнению ректора Медицинского университета Семей, открывает хорошие перспективы перед студентами и выпускниками вуза То есть наши дипломы последующих выпускников должны быть признаны во всем мире, во-первых Во-вторых, это в последующем улучшает качество здравоохранения в целом в стране В-третьих, это позволяет совместную интеграцию мировыми университетами И между профессорским преподавателем составом внедрение новых клинических технологий А также позволяет беспрепятственно обмениваться студентством Разработанные турецкими партнерами компетенции будут усложняться из года в год Как подчеркнул свое выступление представитель университета Пашкент, изменению подвергнется и система оценки знаний Которая будет заимствована из опыта работы европейских вузов, а также медицинских университетов США и Канады По мнению зарубежных ученых, все эти нововведения в рамках совместного проекта дадут шанс медуниверситету Семея Успешно интегрироваться в мировое образовательное пространство А выпускникам вуза, получив дипломы международного образца, продолжить обучение в любом из зарубежных университетов К слову, проект по разработке и внедрению новой модели образовательной программы финансируется Всемирным банком Этот проект очень важен и данный проект финансируется Всемирным банком, что несомненно подчеркивает его значение как на местном, так и на международном уровне Мы верим, что результаты данного проекта будут реализованы как можно быстрее в хорошем качестве Еще одной новостью для абитуриентов стало внедрение психометрического экзамена для поступающих в медицинские вузы Его необходимость обусловлена тем, что профессия врача требует определенных личностных качеств Сдача такого экзамена позволит определить, насколько человек, выбравший специальность врача, подходит к работе в этой профессии В данный момент идет регистрация на психометрический экзамен Прием документов идет с 20 июня и скоро будет завершен Процедура проведения экзамена будет с 8 июля по 13 июля Для поступающих платных, которые сдают клиенты, позже будет с 15 по 22 августа После прохождения психометрического экзамена будет продолжен прием документов Для участия в конкурсе на присуждение выдавательного пранка В ходе пресс-конференции было отмечено, что процедура психометрического экзамена будет проходить путем компьютерного тестирования Его результаты в графическом виде будут оценивать квалифицированные эксперты В завершении встречи ректор Медицинского университета Семей подчеркнул, что все данные нововведения направлены на улучшение качества подготовки будущих врачей и повышение уровня оказания медицинской помощи населению В Шарминском районе с большим размахом отметили День Домбры Мероприятие посетили артисты областной филармонии имени Амрика Шоубаева и порадовали сельчан яркой красочной программой Также в честь праздника состоялось торжественное открытие историко-краеведческого музея в Колбатау после крупной реставрации Национальный День Домбры, который отмечают в Казахстане в первое воскресенье июля уже второй год подряд, стал для жителей села Колбатау двойным праздником На этот день для сельчан и гостей района после реставрации распахнул в свои двери обновленный историко-краевический музей Здесь был произведен капитальный ремонт с оригинальным дизайном Теперь музей оснащен новыми технологиями Установлено монотабло, по которому каждый может ознакомиться не только с историей казахских степей со времен Саков, но и узнать много нового о районе В этом году провели капитальный ремонт, реконструкцию музея, который раньше был музеем Сейчас новое открыли, выделили средства с местного бюджета Очень хорошая, большая работа сделана сегодня в честь Дня Домбры И вот это мероприятие мы проводим Будет Дом дружбы, Терем музей И как раз здесь будет и этнокультурное объединение своей обычай Тут очень много, сами знаете, Казахстан это толерантное, многонациональное государство В музее хранятся экспонаты разных времен Самыми древними считаются наконечники настрелы, которые датируются 9 веком Также в музее представлены предметы быта, старинные фотографии и национальная одежда разных времен Предметы быта, казахская национальная одежда В 20-х годах у нас есть такие экспонаты В 2008 году, допустим, 1908 года есть такие экспонаты При реставрации музея основной целью было сформировать передовые образцы исторических страниц Жарминского района Продолжить работу по популяризации истории края В фонд музея также вошли золотые изделия, найденные при археологических раскопках в селе Жархтас В 2018 году под руководством Умыткалиева, доцента кафедры археологии и этнологии Евразийского университета имени Гумилева, были найдены золотые изделия Теперь они хранятся в нашем музее На сегодняшний день это самые ценные экспонаты, которые находятся в музее Мы гордимся этим Мероприятие продолжилось празднованием Дня Домбры Стоит отметить, что праздник состоялся в национальном колорите Ведь традиции и обычаи с каждым годом уходят далеко в прошлое И чтобы молодое поколение знало их Представители сельских округов Жарминского района Организовали площадки, где демонстрировали публике бытовые особенности казахского народа Показывали, как в старину готовили национальные блюда Выбивали овчину и какую шили одежду Данные мероприятия, они, конечно, реализуются в рамках госпрограммы «Рухани Жармуру» Но в то же время они имеют основу патриотического воспитания Как вот нас, вот допустим, взрослых, так и наших детей Поэтому я всегда особо подчеркиваю, что такие мероприятия проводились на регулярной основе Мероприятие продолжилось праздничным концертом артистов областной филармонии имени Амрика Шаубаева Который прошел на центральной площади района Кроме того, в Доме культуры состоялся показ фильма «Алтатак», на который мог прийти любой желающий Показываль Казиас, Анастасия Ерецова, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей Напомним, что наши новости вы также можете увидеть на сайте семей.тв.кз На этом наш выпуск завершен. До свидания Субтитры подогнал «Симон»